друзья всем привет меня зовут дмитрий а вы на канале пестрецов шопа и у нас на сегодня на распаковочке приставка retro genesis classic плюс 300 игр вот такая вот приставочка вот такой вот коробочке узнаете старую денди что же давайте мы ее распакуем посмотрим что же там внутри так поехали прошло много-много лет с того момента как у нас были приставки денди они были самые популярные в россии но и даже такие джойстики хочу вам сказать что джойстики эти были взяты с китайских приставок на тот момент когда они только появились я даже не помню как они только назывались эти приставки один в один дизайн до слушать вообще отлично описание стационарная игровая приставка retro genesis 8 бит classic это выполненная в классическом полноразмерном корпусе приставка типа дэнди или нес предназначенная для подключения к телевизору приставка оснащена двумя проводными джойстиками и позволяет прямиком из коробки играть в игры предназначенные для игры вдвоем джойстики имеют не только кнопки а и б но и их turbo версии который позволяет имитировать непрерывное нажатие как правило turbo кнопки крайне удобно использовать в играх где необходимо постоянно нажимать на одну из кнопок например в аркадных шутерах или скролл шутерах где необходимо постоянно поддерживать огонь из орудий персонажем игры длина провода джойстиков составляет полтора метра по бокам корпуса приставки присутствуют отсеки для крепления джойстиков для более удобного хранения питание устройства осуществляется через разъем питания micro usb который на данный момент является универсальным стандартом поэтому является легко заменяем для большей аутентичности рекомендуется подключение кинескопным экраном на которых изображение выглядит наиболее комфортно что же давайте мы ее распакуем коробочка тугая хочу сказать что данный товар я покупал магазине game 29 ссылочка будет в описании цены у них одни из самых низких то что я вообще видел так там у нас больше ничего нету если вы вдруг затеяли купить подарок своим детям то наверное приставка это самое что именно есть лучшее так давайте сначала посмотрим что у нас тут идет инструкция по эксплуатации и тут она прямо на русском языке классическая игровая приставка 8 бит со встроенными играми тут у нас описание что к чему и почему подключается здесь у нас красный желтый белый что это такое в общем то как то так что же далее у нас идет блок питания блок питания у нас формата мини юсбб блок питания у нас на 5 вольт 1 ампер далее у нас идет набор проводков здесь это тюльпанчики странное конечно решение с учетом того что у нас уже все телевизоры такие более современные и не поддерживают тюльпаны а все уже на ждем я цену это уже редкость чтобы найти где-то тюльпаны ну вот производитель все-таки решил это же называется так называемый низкочастотный вход боже мой вы посмотрите на эту прелесть этот джойстик да и вот именно римские цифры номер один все очень сделано здорово кнопочки да здесь кнопки расположены не так как на оригинальной нинтендо они расположены вот как вот как на playstation скажем так да и вот именно это расположение было тогда вот он детстве именно с таким дизайном слушайте давайте мы подключим посмотрим как она работает давайте посмотрим саму приставку приставка вот у нас genesis включение выключение кнопка резет все вот как было на оригинальной консоли в восьмидесятых годах в конце восьмидесятых это у нас доставать картридж здесь у нас отсек для картриджа здесь кстати говоря у нас отсек для джойстиков так вот это было чистая ретро входы для джойстиков такие прямо ретро и сзади но единственное что выдает что эта новая приставка это мини-юсби и собственно говоря тюльпанчики наши любимые что же давайте мы ее подключим и посмотрим как она работает и так мы подключили приставку посредством низкой частоты то есть здесь я сейчас я подключаю до дальше у нас звуковой канальчик что же мы ее включаем так у нас здесь диодик есть на самой консольке ну что же давайте посмотрим что у нас тут да и вот я кстати говоря хочу сразу сказать очень помню вот эти вот китайские джойстики и проблема то что у них провод всегда был с этой стороны сбоку и вам было неудобно держать этот джойстик давайте посмотрим адвенчери и сон мы кстати говоря уже проводили несколько распаковок приставок да и мы там ну да слушайте кнопки ну так расположены в принципе это привыкнуть можно но здесь я хочу сказать тут у нас игра идет в оригинальном разрешении это никакой не hd хотя наверно могу вам сказать что скорее всего это наверно эмуляция потому что вообще она же должна быть 4 на 3 они близко к тому что 16 на 9 до это наверно эмуляция так нажимаем на резет попадаем опять в меню сколько у нас здесь игр а вот 40 60 80 100 20 40 68 200 короче 300 игр на весь вкус и цвет ну конечно сразу надо как взлетаешься я носа делать вот такое это конечно все ждут именно эту игру правильно называется battle танк если я ничего не ошибаюсь на может быть и нет кстати говоря нет это не танчики мама дорогая это это battle танк я даже забыл как танчики называются в общем долго здесь бегать не буду давайте мы еще запустим супер марио здесь хочу сразу сказать вижу то что цвета немного отличается от оригинала я специально поставил баланс белого на камере чтобы она передавала всегда один и тот же баланс чтобы никуда ничего не уходило здесь конечно я вот увидел то что немножко отличается от оригинала напомню что предыдущем обзоре мы рассматривали приставку которая была в клоном нинтендо мини классик и она более как бы ну приближенно показывал цвета здесь же наверное все таки немного по-другому что ж как то вот так вот друзья в заключение конечно хочется сказать что да это прям та самая оригинальная консоли выполнены немного в новом таком from factory чтобы вы могли питать ее не от розетки от usb джойстики не претерпели никакого изменения как они были вот именно такие когда я их вот запомнил когда мне первый раз вы привезли на ремонт приставку это был восемьдесят седьмой год мне отец ремонтировал тогда если я с ней познакомился первый раз и собственно говоря вот такое нам не запомнилось один в один выглядит она как вот оригинальная того времени приставка все все вроде бы как бы этот ничем не отличается даже подобрали все те же самые цвета единственный минус конечно хочу сказать это то что они не сделали здесь современных hdmi выходов хотя конечно я думаю что это не такая большая проблема была сделать вот ну а так вроде бы больше претензий к ним нет очень хорошая классическая такая игровая консоль на этом я думаю и закончим кому был полезен этот обзор ставим лайки кому не был полезен дизлайки если у вас остались какие-то вопросы дайте мне знать что это что это